Утро нового дня. Программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». Здравствуйте! Сегодня среда, 4 января. У микрофона Алексей Сорокин. Открывает утреннюю программу исторический хронограф. Исторический хронограф. Здравствуйте! У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня, 4 января, отмечается Всемирный день азбуки Брайля. Луи Брайль родился в начале 19 века во Франции в семье Сапожника. Несчастный случай привел к тому, что в 5 лет мальчик ослеп. К счастью, его родители приложили огромные усилия к тому, чтобы ребенок получил образование. Вскоре подросток обратил внимание на использовавшуюся в армии систему кодирования литер. Эта система использовалась для чтения в темноте на ощупь. Взяв ее за основу, Луи Брайль создал вариант азбуки для слепых людей. 4 января – национальный день спагетти. Это вид макаронных изделий. Первые исторические ссылки про вареную лапшу найдены в Иерусалимском Талмуде. Арабы изобрели это блюдо несколько тысяч лет назад. В соответствии с записью в Талмуде, макаронные изделия начали употреблять в пищу, по крайней мере, с V века. В разные годы истории 4 января происходили следующие события. 4 января 1878 года русские войска освободили Софию от турецкого владычества. А в 1908 году в Мариинском театре Петербурга 4 января был дан благотворительный концерт. На концерте яркой звездой русского балета Анной Павловой была впервые исполнена хореографическая миниатюра «Умирающий лебедь». Миниатюру поставил Михаил Фокин на музыку французского композитора Камиля Сенсанса. 4 января 1920 года Александр Колчак был лишен титула «Верховный правитель России» и звания верховного главнокомандующего. 4 января 1923 года в газете «Правда» были опубликованы странички из дневника Ленина, в которых он призывал усилить борьбу с неграмотностью. В 1943 году 4 января американский журнал «Тайм» назвал человеком 1942 года Иосифа Сталина. В журнале говорилось «Ни шагу назад. 1942 год был годом крови и силы. Человек, чье имя означает «сталь», тот, чей словарный запас на английском языке включает слова «крутой парень», это человек 1942 года». Только Иосиф Сталин знал, насколько близка была Россия к разгрому в 1942. И только Иосиф Сталин знает, как ему удалось спасти Россию. Иосиф Сталин победил. В 1959 году советская космическая станция «Луна-1» стала первым космическим аппаратом, достигшим окрестностей спутника Земли. 4 января 1974 года в Заволжском районе города Ульяновска открыто троллейбусное движение. Первый троллейбус отправился в путь по улицам верхней террасы от стадиона «Заря» до железнодорожной станции «Верхняя терраса». Троллейбусом управлял водитель Геннадий Козлов. Протяженность маршрута составила 11 километров. Через три года троллейбусную линию продлили до нижней террасы. В 80-е годы троллейбусы стали ходить до кинотеатра «Руслан» в Новом городе. 4 января в 2004 году марсоход «Спирит» совершил посадку на поверхности Марса. Как небесное тело Марс был известен людям тысячи лет назад. Своё современное название эта планета получила ещё во времена Древнего Рима в честь кровожадного бога войны. Видимо, её красный цвет ассоциировался с разрушениями. Аппарат «Спирит» совершил посадку на Марс в районе кратера Гусева 4 января. Задачей аппарата было изучение поверхности Марса и обнаружение признаков существования жизнью. 4 января 2010 года в Объединённых Арабских Эмиратах состоялось торжественное открытие самого высокого здания в мире «Бурдж-Халиф» в Дубае. Его высота составляет 828 метров. Специальный репортаж Подведены итоги реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Основной его целью является улучшение жилищных условий. Так, с 2019 года из аварийного фонда в новые квартиры переехали 2283 человека. А в этом году планируется переселить ещё более тысячи человек. Продолжают действовать жилищные программы с господдержкой. Также продолжается развитие инфраструктуры и строительство социально значимых объектов в новых микрорайонах. Важным направлением реализации нацпроекта является и развитие городской среды. О ходе работ по нацпроекту на заседании штаба по комплексному развитию региона рассказал заместитель председателя правительства Ульяновской области Евгений Лазарев. В рамках данного национального проекта Ульяновская область участвует в пяти региональных проектах. Это проект «Жильё», проект «Ипотека», здесь он реализуется без региональной составляющей, региональный проект «Формирование комфортной городской среды», проект по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания у жилищного фонда и региональный проект «Чистая вода». Управлением проектом осуществляет Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области и реализация данного направления напрямую влияет на работу всей строительной отрасли региона. Теперь кратко по каждому региональному проекту. Согласно проекту «Жилья» в Ульяновской области с период 2020 по 2030 год необходимо улучшить жилищными условиями более 400 тысяч семей, что в эквивалентах на квадратные метры составляет более 9 миллиардов 625 миллионов квадратных метров. В региону установлен показатель по вводу жилья 650 тысяч. Мы неоднократно общались с Министерством строительства, и нам удалось достигнуть договоренность, что данный показатель от первоначально заявленный был снижен, но тем не менее это не дает нам повода расслабляться, и мы понимаем, что перед нами в предстоящее время предстоит большая работа, и здесь строительный комплекс находится на особым контроле, мы понимаем, что есть заделы, и нам все это нужно возвернуть, потому что здесь нам дали карт-бланш. По данным РЕС-реестр, на текущий момент введено в эксплуатацию более 530 тысяч квадратных метров, заявленный план будет выполнен. Здесь мы понимаем, что мы идем с ростом по вводу многоквартированных жилых домов, но несколько отстаем по ИЖС. Поэтому есть ряд причин. Неоднократно с главами администрации мы это обсуждали. Мы реализуем льготные кадастровые работы. Здесь дополнительные мероприятия разработаны, и мы это все продолжим. Благодаря нацпроекту улучшить жилищные условия более 32 тысяч семей. Кроме жилищного строительства для снижения финансовой нагрузки на инвесторы при реализации проектов развития территорий, из федерального бюджета направляются средства на строительство социальных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в новых строящихся микрорайонах. По надному направлению мы участвуем в нескольких объектах. Это продолжается строительство детского сада по улице Шигаева. Ввод его предусмотрен в июне 2023 года. Здесь у нас, согласно графику производства работ, мы выходим на 70-процентный уровень готовности данного объекта. Завершена работа по строительству автомобильной дороги по улице Облаково. В рамках дополнительных федеральных средств из федерального центра мы проводим конкурсные процедуры по строительству новой автомобильной дороги. Это автомобильная дорога в районе нового микрорайона, новая жизнь в Свияжском районе по улице Автозаводской. Также осуществлено технологическое переседение к инженерной структуре восьми многоквартирных домов, которые заявлены у нас в рамках реализации национального проекта «Жилье» на сумму более 40 миллионов рублей. Не менее важным, основным и больным направлением мы проводим работу правительства Ульяновской области по восстановлению прав участников долевого строительства. Всего в настоящее время у нас в реестре числится 16 объектов. Мы вводим в эксплуатацию 5 проблемных домов. Это два объекта из списка банкротов. Это застройщик «Базис» по улице Транспортной и застройщик «Эверес» по улице Карломарска, 63. А также вводим еще три объекта из предбанкротного списка. Это завершаем строительство домов 33 и 36, строительный адрес в Новом микрорайоне, Юго-Западный. А также 48-й дом. В рамках расселения нам удалось его исключить из этого списка. То есть, повторюсь, что 6 объектов мы реализуем. На 2023 год по данному направлению у нас предусмотрено региональное финансирование. Из оставшихся 10 объектов у нас 2 объекта уходят на выплаты. И здесь мы ведем плотную работу с Федеральным фондом по завершению застройки всех этих домов до конца 2023 года по поручению президента Российской Федерации. Кроме этого, хочу обратить внимание на решение президента Владимира Владимировича Путина на Петербургском форуме снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Программа ипотеки по льготной ставке расширена на семье, где ребенок родится до конца 2023 года. А также стоит отметить, что те же условия остаются по семейной и сельской ипотеке, соответственно, 6% и 3% годовых. Напомню, что с начала действия программы по льготной ипотеке в Ульяновской области выдано более 7 тысяч данных кредитов. А что вы можете сказать о проекте обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда? Необходимо расселить более 44 тысяч квадратных метров и переселить 2460 тысяч граждан. В 2022 году с нарастающим итогом с момента реализации программы установлены целевые показатели по расселению аварийного жилищного фонда 30 тысяч 82 квадратных метров. По количеству переселенных градов это 1700 человек. На сегодняшний день в рамках проекта из-за планированного объема нарастающим итогом расселено более 33 тысяч квадратных метров. Здесь мы на 10% практически перевыполнили уже установленный план. И переселено 2283 человек. Здесь процент перевыполнения составляет более 34% по установленным показателям на текущий год. Расскажите теперь о региональном проекте формирования комфортной городской среды. Целью является повышение комфортности городской среды. Для этого создан механизм вовлечения жителей, благодаря которому каждый гражданин странный старше 14 лет может принимать участие в решении вопросов развития городской среды, в частности в виде рейтингового голосования. С периода по 17-21 годы в рамках данного проекта на территории семи муниципальных образований благоустроены 643 дворовых территорий и 117 общественных пространств. В том числе 6 общественных пространств это объекты всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Люди увидели реальные результаты, обновленные дворы, красивые общественные пространства и почувствовали, что могут влиять на принятие решений относительно облика своего населенного пункта. Перед Ульяновской области стояли задачи, они уже выполнены. Это благоустроено уже 90 дворовых территорий, 18 общественных пространств, в том числе одно общественное пространство, является победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В решении вопросов развития городской среды вывлечено 143 тысячи граждан старше 14 лет. Это мы достигли заявленный процент вовлеченности, установленный на текущем году в 20%, и намного на 0,3% мы его преувеличили. С момента реализации федерального проекта достижения показателей по вовлечению населения происходит с опережающими темпами, что говорит о вактивном вовлечении населения в данную тему. Стоит отметить, что уже завершен победитель конкурса лучших проектов, это мы реализовали улицу Тухотевшкого в центре Инзы. По состоянию на сегодняшний день технической готовности объекта 100%, максимально из дорожного фонда прилегающая территория также была благоустроена и приведена в нормативное состояние проезжей части. В 2023 году планируется вовлечь в решение в данных вопросах не менее 175 тысяч человек. Перед нами стоит показатель в достижении охвата 25% граждан старше 14 лет. Нам предстоит благоустроить 85 дворовых территорий, 19 общественных пространств, в том числе 3 общественных пространства, объекты всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. По данному направлению уже все объекты у нас утверждены, и мы активно сейчас с муниципальным образованием приступаем к конкурсным процедурам для того, чтобы максимально быстро в строительный сезон начать реализацию данных объектов. А как выполняется проект «Чистая вода»? До 2024 года перед нами стоит задача увеличить долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой, до 97,6%. По итогам третьего квартала 2022 года доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, составляет 95,2%. В 2022 году мы завершили второй этап крупного проекта строительства магистрального водопровода до поселка Октябрьский Чердоклинского района. Здесь охват населения составил более 6 тысяч человек. Для комплексного решения проблемы за счет средств регионального бюджета завершим реконструкцию внутренних сетей также этого поселка. В 2022 году мы также приступили к решению не менее острой проблемы. Это обеспечение чистой питьевой водой жителей поселка Новый Май на Меликесского района. Объект этот двухлетний. В 2023 году предусмотрен у нас ввод в эксплуатацию данного объекта. И здесь нет сомнений, что заявленные показатели и проценты по обеспеченности мы сохраним. Входим в 2023 год, понимаем абсолютно какие объекты, где в полном объеме обеспечены за счет регионального бюджета своей долей составляющей. Кроме того, губернатор области Алексей Русских еще раз напомнил о готовящейся к реализации программе поддержки индивидуального жилищного строительства. Один из аспектов программы направлен на стимулирование ипотечного кредитования. Я жду конкретное предложение, которое должны включать в себя, что льготное подоставление земельного участка с подведением всех коммуникаций, механизмы финансирования, то есть банковское сопровождение, кредитные линии ипотеки, плюс наша поддержка с регионального бюджета, типовые проекты, какие наши предприятия готовы будут поставлять, домокомплекты из дерева, из панелей. Все это должно быть описано в специальной брошюре, которую мы будем распространять. Ваша задача – это выделить необходимые земельные участки. В первую очередь, конечно, районные центры. Планируйте, вносите изменения в генпланы, проектируйте улицы. Одну, две. Посмотрите, чтобы это все гармонично сочеталось. В 20-м году мы должны дать старт этой программе. Ежегодно в России за счет собственных средств граждан строится от 250 до 270 тысяч индивидуальных жилых домов общей площадью 30 миллионов квадратных метров. Это составляет почти что 45% всей вводимой в стране площади жилья. При этом не стесняются переезжать в села и горожане. Повышенный спрос на загородное жилье вызван стремлением дышать чистым воздухом и жить на экологически благополучной территории. Утро нового дня. Программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». Наш край – Ульяновская область. На пересечении улиц 12 сентября и Карла Липнихта неподалеку от Спаса Вознесенского кафедрального собора находится памятник Илье Николаевичу Ульянову. Там же находится живописный и уютный тенистый сквер. Идеальное место для безмятежного времяпрепровождения. Сам постамент довольно внушительный. Он имеет высоту 5,5 метров и состоит из пяти гранитных блоков. Гранит очень красивый и имеет светло-розовый цвет. Монумент венчает бюст Илья Николаевича в висмундире. Ниже на пьедестале размещена фигурка простого паренька в свободной рубашке с поясом и в лаптях. Паренек держит в руках букварь и посох пастуха. У ног брошена верхняя одежда. По замыслу скульптора, пастушок олицетворяет собой тысячи крестьянских детей, которые получили доступ к образованию благодаря усилиям Ильи Николаевича Ульянова. Добраться до памятника можно на общественном транспорте. Трамвай номер 22, маршрутном такси номер 4, 43, 52, 67, 74, 99, 96 и 134. Или автобусе номер 1, 10, 20, 31, 46 и 108 выходить на остановке улица 12 сентября. Ориентир – Спасовознесенский кафедральный собор, который очень хорошо видно с каждой из сторон улицы. Подробнее о памятнике Илье Николаевичу Ульянову расскажет заведующая отделом истории Ульяновского областного краеведческого музея Надежда Волкова. Одним из самых известных ульяновских монументов является памятник Илье Николаевичу Ульянову, директору Народных училищ Симбирской губернии, педагогу, стороннику всеобщего, равного для всех национальностей образования, отцу-основателя первого в мире социалистического государства Владимира Ильича Ленина. Гигантская работа Ильи Николаевича Ульянова по совершенствованию системы народного образования вызывает глубокое уважение к нему у всех прогрессивных людей и прошлого, и настоящего. Илья Николаевич смог привлечь на свою сторону прогрессивные круги губернского общества и построить свою работу так, что Симбирская губерния вошла в число лучших в сфере народного образования России. Под его руководством была подготовлена целая плеяда учителей, как их называли, ульяновцев. В школу пришли педагоги-профессионалы. В Среднем Поволжье впервые была создана сеть школ для мордовских, чувашских и татарских детей. При этом обучение велось на их родном языке. Архивы подтверждают, что Илья Николаевич жертвовал и личные средства на новые школы, на издания учебников. Илья Николаевич безвременно скончался в январе 1886 года. Похоронили его недалеко от южной стены Покровского мужского монастыря. И установили памятник в виде аналоя с раскрытым Евангелием. В 1926 году кладбище было закрыто, а спустя 11 лет захоронения сравнялись с землей. И от старейшего симбирского некрополя уцелела лишь могила Ильи Николаевича. Но у памятника был отломан металлический крест. И традиционный для дореволюционного погребения надгробие стало трактоваться как памятник педагогу под названием «Книга-источник знаний». В 1945 году здесь разбили сад имени Ильи Николаевича Ульянова. Позже облагороженную территорию сада-сквера обнесли чугунной оградой. И могила Ильи Николаевича Ульянова, сохранившаяся практически в первозданном виде, стала одной из основных туристических достопримечательностей родины Ленина. 22 декабря 1955 года на городском совете в Ульяновске обсуждался вопрос о состоянии исторических памятников города Ульяновска. 16 пунктом плана работы совета значилось решить вопрос об установлении в городе Ульяновске памятника Илье Николаевичу Ульянову, приурочив его открытие к 125 годовщине со дня рождения Ильи Николаевича. Вопросы сооружения памятников в то время согласовывались на уровне не только Министерства культуры РСФСР. Требовалось решение Совета министров РСФСР или даже Совета министров СССР. К весне все вопросы удалось утрясти. Авторами проекта монумента стали выдающиеся мастера своего дела. Советский скульптор-монументалист, академик, лауреат трех сталинских премий, народный художник СССР Матвей Генрихович Манезер и народный архитектор Союза СССР, лауреат сталинской и ленинской премий Игорь Евгеньевич Рожин. Манезер был уже хорошо знаком ульяновцев по прекрасному памятнику Владимиру Ильичу Ленину, установленному в городе в 1940 году на главной площади Ульяновска. Изначально памятник планировалось установить на могиле Ильи Николаевича Ульянова. Об этом свидетельствует переписка с Министерством культуры в 1955-1956 годах. Но Центральный музей Владимир Ильича Ленина выступил за сохранение исторического надгробия. Тогда было выбрано место в глубине сквера. И в 1956 году уже началась закладка фундамента. Но работы были приостановлены приехавшим из Москвы Матвеем Генриховичем Манезером, который предложил установить памятник на пересечении улиц 12 сентября и Карла Липнихта, как более удобным для обзора месте. Тогда предполагалось не отделять площадку от сквера оградой, а решить ее как часть парковой зоны. Все эти перипетии, да к тому же задержка поставки гранита для постамента, отсрочили дату установки монумента. Как бы там ни было, открытие памятника состоялось 22 апреля 1957 года, в 87-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ульянова Ленина. По этому случаю состоялся многолюдный митинг, куда пришли рабочие, колхозники пригородных колхозов, студенты и школьники. Памятник Илье Николаевичу занял достойное место в ряду работ Матвея Генриховича Манезера и по праву стал одним из украшений Ульяновска, как по своим художественным достоинствам, так и по удачному расположению. Он представляет собой двухфигурную скульптурную группу высотой в 5,5 метров. На постамент из пяти блоков светло-розового гранита установлен бронзовый бюст Ильи Николаевича Ульянова в казенном вице-мундире, но без наград. На уступе пьедестала в неглубокой нише фигура крестьянского мальчика в подпоясанной рубахе и лаптях. В руках он держит букварь и пастушеский посох. У ног его брошена верхняя одежда, свидетельствующая о проделанном долгом пути. По замыслу скульптора этот пастушок стал символом тысяч крестьянских детей, получивших доступ к образованию благодаря усилиям талантливого чиновника и педагога. В сооружаемом памятнике, заявил академик Манезер, мне хотелось отобразить живую связь Ильи Николаевича Ульянова с народом, его близость к нему. Так была решена идея об увековечении памяти великого просветителя XIX века Ульянова Ильи Николаевича в городе Ульяновске. Говорим и пишем правильно Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений, о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Доброе утро! Сегодня мы поговорим об интересном слове – фейерверк. Оно пишется с буквой И – фейерверк. Но никакие феи к этому отношения не имеют. Это слово пришло из немецкого языка. Фейерверки придумали в Китае. Но удивительно то, что их придумали раньше пороха. Еще до нашей эры в Китае заметили – если сушить бамбук на костре и перестараться, то он взорвется с громким «бабах». Если точнее, порох тоже придумали случайно, пока занимались поиском бессмертия. Произошло это тоже в Китае в конце первого тысячелетия нашей эры. Люди сообразили, что хлопушек с искрами духи испугаются сильнее, поэтому приспособили новое вещество для создания первых настоящих фейерверков. Фейерверк – это коробочка с энергией. Взрывы и огни получаются в результате химических реакций, а именно окисления, по-простому – горения, которые освобождают эту энергию в виде света. Каждый химический элемент, сгорая, светится особым цветом. Чтобы получить красный огонь, в смеси добавляют соли, стронция и лития. Ослепительно белые вспышки дают титан и магний, а зеленые огни – это барий. И напоследок, чем же отличается салют от фейерверка? В русском языке оба слова – салют и фейерверк – заимствованные. Только слово «салют» пришло через военных. Салютом называли и сейчас называют выстрелы холостыми зарядами из орудий и ружей. Так делали, например, чтобы поприветствовать героев. Фейерверками же называли любые огненные потехи, которые устраивали по праздникам и без военной технике. А сейчас эти слова – синонимы, поэтому, как вы будете называть это яркое зрелище, салют или фейерверк – это ваше дело. А на этом у меня сегодня все. До свидания. Этот день в истории музыки. В этот день появились на свет композитор Джованни Батиста Перголези. Русский оперный певец латвийского происхождения Георгий Бакланов. Актриса и радиоведущая Ксения Стриж. Джазовый музыкант, композитор и исполнитель, заслуженный деятель искусства России, автор песен «Первые шаги», ребята с 70-й широты, песня о нежности Станислав Пожлаков. Ходит где-то по свету близкий мне человек, пусть мою нежность он встретит и в дождь, и в зной, и в снег. В дни новогодних каникул предлагаем вспомнить и посмотреть любимые фильмы и сказки, связанные с Новым годом и Рождеством. Снеговик-почтовик. Рисованный мультфильм 1955 года для детей по сказке Владимира Сутеева «Елка» о вылепленном детьми снеговике, отправляющемся за новогодней елкой к Деду Морозу. Накануне Нового года несколько детей пишут письмо Деду Морозу с просьбой прислать им елку к празднику, а потом лепят снеговика, который должен отнести письмо в волшебный лес. Под бой часов снеговик оживает, и вместе с маленьким дворовым щенком по кличке Дружок отправляется на поиски Деда Мороза. В волшебном лесу злодеи пытаются отнять у снеговика письмо, думая, что смогут за него получить у Деда Мороза подарки. Снеговик, снеговик, будешь детский почтовик. Ты письмо возьмешь, в темный лес пойдешь. Дед Мороз письмо получит, найдет в лесу елочку. Попушите я получи в зеленых иголочках. Эту елку поскорей принеси для всех детей. «Один дома» – рождественский комедийный фильм. В России фильм стал доступен 27 декабря 1993 года. «Один дома» получил преимущественно положительные отзывы зрителей и критиков, а также стал самым кассовым рождественским фильмом всех времен и самой кассовой комедией за всю историю. «Один дома» Новогодние приключения Маши и Вити. Новогодняя музыкальная сказка для детей и взрослых, снятая в 1975 году. Спустя год, в 1976-м, фирмой «Мелодия» была выпущена на пластинке и на аудиокассетах музыкальная сказка «Маша и Витя против диких гитар». Сюжет слегка отличался от сюжета фильма и больше соответствовал оригинальной пьесе Павла Финна. Озвучивали сказку актеры Михаил Боярский, Всеволод Абдулов, Александр Градский, Гарри Бардин и другие артисты. Утреннюю программу провел Алексей Сорокин. «Отчего бы не сказать, грудь на вслух всем песни, Трудный час не улыбать, Помогают песни, Объяснить нам не успею. Ни один учебник, Тот, кто честен, Добр и смел, Тот и есть волшебник. Все на свете, наконец, Нам напомнить нужно. Ежедневно столь чудес Завершает дружба. Объяснить нам не успею. Ни один учебник, Тот, кто честен, Добр и смел, Тот и есть волшебник. Тот и есть волшебник. Обзор культурных событий 4 января в нашем регионе Пройдут различные культурные мероприятия. Расскажем о наиболее заметных. Во Дворце творчества детей и молодежи К дню рождения Леонида Филатова Ульяновский государственный оркестр Русских народных инструментов Представит сказку Про Федота Стрельца Удалого молодца. В Ульяновском драматическом театре Имея Гончарова спектакль «Бабаня». Ульяновский театр юного зрителя Небольшой театр Приглашает посмотреть спектакль «Поющий поросенок». В областном художественном музее Проходит программа «Светлый праздник Рождества» Лекции и мастер-класс По изготовлению рождественской открытки. Историко-художественный музей-заповедник Преслониха Родина Пластова В селе Преслониха Корсунского района Приглашает на зимние забавы На Кулининой горе. В культурно-досугом центре «Современник» Новогодняя кинотеатральная сказка «Волшебное перо сказочного леса». 4 января во дворцах Губернаторский Состоится концерт стендап-комика Андрея Бебуришвили С шутками и иронией О насущном и обыденном. Фок-лидер на верхней террасе Приглашает на массовое катание на коньках На свежем воздухе При музыкальном сопровождении. В спортивном комплексе Есть отапливаемая раздевалка, кафе. На льду работают инструкторы. Для новичков есть вспомогательные игрушки. В Димитровграде Все новогодние праздники Работают площадки у новогодних ёлок На площади Советов И у Дома культуры «Восход». В научно-культурном центре имени Славского Московский театр комедии Покажет спектакль «Опасный холостяк». В 19 часов Новогодняя кинотеатральная сказка «Волшебное перо сказочного леса». В театре студии «Подиум» Истории любви Варшавская мелодия. В центре культуры и досуга «Восход» Работает выставка «Былинно-сказочная Русь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин